Второе по счету заседание областного апелляционного суда по отмене ареста главного зачинщика Ширяевского штурма Виталия Голодка состоялось в присутствии обвиняемого. Стороны перешли к рассмотрению дела по сути. Защита активиста настаивает на том, что суд первой инстанции недостаточно обосновал арест, преувеличил риски в отношении задержанного и даже заявил о предвзятости судьи. Виталий Голодок считает адвокатом. Виталий Голодок должен находиться не в СИЗО, а под личным поручительством обязательно являться в суд. Сам же фигурант дела вновь сообщил суду, что в потасовке с полицией виноваты провокаторы. Они якобы прибыли на место событий заранее. Это мы закликали. Я закликал гучномовець до полиции для того, чтобы этих людей, как там называют тетушками, но так и по-другому этого не могу спрямовать, потому что эти люди не были на мирной акции. Они также заявили, что был автомобиль неподалеку от суду, в нем была оружие. И мы до сотрудников полиции это говорили. Мы сказали, что забери этих тетушек, потому что они провокуют. И эти люди провоковали бийку. Мало того, скажу, что следователь даже не удосужился забрати мои штаны, в которых я сейчас находюсь, в них не штаны попали. Потому что то, что кидали какие-то сумочки, эти сумочки попали в меня. Чтобы установить хронологию событий и правильно квалифицировать действия всех участников потасовки, суд обязал следствие и прокуратуру предоставить видео с места событий. В результате массовых беспорядков 25 июля у здания Ширяевского суда были задержаны 8 человек, включая главу организации Украина ЦМИ Виталия Голодка. Всех задержанных 28 июля отправили в СИЗО на два месяца.